Всем привет! В сегодняшнем видео покажу вам несколько интересных идей, как можно использовать разные израсходованные и сломанные инструменты, которые отслужили по своему прямому назначению, но могут еще принести много пользы для разных других целей. Устраивайтесь поудобней, приятного просмотра! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, первая самоделка уже готова. Данное приспособление поможет облегчить вашу работу, сэкономить время и добавит немного положительных эмоций при работе с шуруповертом, особенно если он у вас один, так как вам не придется при каждом шурупе менять сверло на биту и обратно. Приспособа реально рабочая, несмотря на то, что небольшое биение все же присутствует, но думаю это все из-за дешевого китайского удлинителя для бит. Ну что ж, а мы переходим ко второй нашей идеи, работать будем со сломанным пистолетом для клеев, герметиков и еще там чего-то. Главное, что нужный нам механизм исправен, а дальше что-нибудь придумаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Данное приспособление может очень пригодиться плиточникам для укладки плит на определенном расстоянии от пола. С их помощью это будет очень просто и удобно выполнить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Ну вот, получается у нас многоразовый наждачный барабанчик для вытачивания идеальных отверстий и окружностей диаметром от 35 миллиметров и больше. Вещь реально рабочая. Продолжение следует... Продолжение следует... А вот и еще одна рабочая идейка для нашей самоделки. Это щетка для очистки ржавчины. Небольшой отрезок ржавого старого троса. Несколько саморезов и получаем вполне рабочую вещь. Результат тестирования реально порадовал. Идея работает на отлично. И последняя идея, работой которой я в итоге был очень доволен и даже порадован. Будет из израсходованных алмазных дисков и куска цепи от бензопилы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как видите идея вполне рабочая, хотя и немного опасная На этом буду заканчивать, всем спасибо за просмотр, берегите себя, пока!